Уважаемые коллеги, и продолжаем реализовывать программу нашего симпозиума. И следующее слово для доклада. С большим удовольствием хочу предоставить вашему лидеру гордости, я считаю, Перского края. Извини, Наталья Андреевна, действительно тот человек, который достойно представляет Перский край на самом высоком уровне. Итак, слово для доклада профессору Казиоловой Наталье Андреевне, статины и церебровоскулярная болезнь. Польза и риски терапии, пожалуйста. Спасибо огромное, Анна Ивановна, настоящий друг. Уважаемые коллеги, казалось бы, в аудитории для терапевтов, почему я говорю статины и церебровоскулярная болезнь? К сожалению, та армия пациентов, которые перенесли инсульты, транзиторные ишемические атаки, которые имеют когнитивное нарушение или деменцию, как бы мы с вами не хотели, наши героические неврологи не осилят, чтобы эту армию вести и этой армии назначать статины. Поэтому на самом деле в реальной жизни, в реальной жизни, прежде всего терапевты, терапевты должны понимать, что пациент с церебровоскулярной болезнью, перенесший инсульт, транзиторную ишемическую атаку, обязан получать пожизненную терапию статинами. Сегодня мы с вами рассмотрим, почему и рассмотрим пользу и риски этой терапии. Обратите внимание, то же самое касается и пациентов, у которых высокий риск инсульта, если говорить о холестерине низкой плотности. Все исследования показали, чем ниже мы снижаем холестерин липопротеидов низкой плотности, тем меньше риск развития инсульта, в том числе, если говорить о первичной профилактике. Второе, о чем я хочу сказать, у нас с вами в стране 40% гипертоников старше 40 лет. Что такое гипертония? Сегодня гипертония – это основа развития церебровоскулярной болезни. И обратите внимание, современная статистика говорит, что 4 пациента из 10, у которых есть артериальная гипертония, уже имеют и церебровоскулярные заболевания, как мужчины, так и женщины. Это наши с вами российские данные. Кроме этого, 21 век объявлен веком бремени или эпидемии неинфекционной деменции. И если посмотреть рейтинг причин смерти, то, уважаемые коллеги, деменция или церебровоскулярная болезнь переместилась с 6-го места на 4-е в рейтинге причин смерти. И мы с вами понимаем, что, говоря о дементных пациентах, это пациенты, которым тоже назначать надо статины. Но этот контроль, безусловно, ложится на тех людей, которые рядом. И при этом мы должны информировать еще и этих людей, которые рядом, к сожалению, с дементными пациентами. Я всегда говорю, что деменция – это не столько эпидемия, это бремя наше, бремя государства и бремя тех людей, которые рядом с дементными пациентами. Итак, что записано в европейских рекомендациях 2012 года, если говорить о пациентах с инсультом и назначении статинов. Посмотрите, профилактика негеморрагического мозгового инсульта, какое отношение к статинам? Терапия с статинами должна начинаться у всех пациентов с любой локализации атеросклероза артерий и у пациентов высокого риска с высочайшим уровнем доказанности 1А. И терапия с статинами должна проводиться пациентам, которые уже перенесли, например, некардиоэмболический инсульт, гипертоник перенес инсульт с высочайшим уровнем доказательности 1А. В связи с этим, может быть, я скажу грустные данные. Дело в том, что в городе Перми, подчеркиваю, не в крае, в городе Перми в 2014 году частота инсультов увеличилась на 20%. Это наша с вами работа, уважаемые коллеги. Это пациенты гипертоники. Это значит, мы с вами не назначаем адекватную антигипертензивную терапию. И самое грустное, забываем назначать статины именно для профилактики инсульта. Если мы с вами посмотрим пациента, у которого высокий риск развития ишемического инсульта, то статины должны быть назначены не просто назначены, они должны быть назначены для достижения целевого уровня холестерина липопротеидов низкой плотности. Если говорить о пациентах, перенесших ишемический инсульт и транзиторную ишемическую атаку, независимо от того, есть атеросклероз церебральных артерий или нет, мы должны назначить статины. Если пациент, вот это самые сиротские пациенты, пациенты с атеросклерозом периферических артерий нижних конечностей, пациент с перемежающей хромотой, у кого наблюдается? У хирургов. К хирургам он ходит. Уж хирурги, к сожалению, совсем забывают о том, что этим пациентам должны быть назначены статины с целью профилактики любых ишемических событий с высочайшим уровнем доказательности. И, уважаемые коллеги, если перед вами гипертоник, не забудьте проверить состояние сонных артерий. Любая бляшка в сонных артериях – это абсолютное показание для назначения статинов с уровнем доказательности 1А, для того, чтобы затормозить прогрессирование атеросклероза и риск развития сердечно-сосудистых событий. Итак, какие есть доказательства, что статины нужны в рамках церебровоскулярной болезни? Статины нужны для первичной профилактики инсульта. Какие доказательства? Обратите внимание, большой метаанализ, метаанализ 2006 года. К сожалению, слайды не показывают литературу, это важно. Сразу хочу показать. Посмотрите, почти 43 тысячи пациентов, у которых не было практически сердечно-сосудистых заболеваний, наблюдались в течение 4 лет. Первичная профилактика. Если назначают статины, то обратите внимание, статины снижают не только риск коронарных, нефатальных событий, отодвигают потребность ревоскулиризации. Статины самостоятельно снижают риск развития любых церебровоскулярных событий. Инсульта, транзиторных ишемических атак. Это первичная профилактика. Чем раньше мы назначим статины, тем лучше будет пациенту во всех позициях. И профилактика инфаркта, и профилактика инсульта. И, соответственно, посмотрите, если пациентам в первичной профилактике гипертоник высокого риска, вы поставили гипертонию, третий, четвертый риск. И этим надо пациентам обязательно давать статины. И вот если вы дадите статины этим пациентам, даже если это пациенты третьего, четвертого риска, или даже это пациенты низкого риска первого, второго. И если вы даете этим пациентам статины, вы посмотрите, на 10% снижаете общую смертность, такой пациент дольше живет. Снижаете на 36% риск развития нефатального инфаркта миокарда. И самое важное, снижаете риск развития нефатального инсульта на 19%. Это не антикоагулянты, это не антигипертензивные препараты. Это самостоятельная эффективность статинов в снижении риска первичного инсульта. Когда пациент уже перенес инсульт, он навсегда останется категорией очень высокого риска, и мы всегда находимся на пороховой бочке, несмотря на наши героические усилия в лечении этого пациента. Еще один анализ, большой анализ, больше 56 тысяч пациентов, тоже пациенты без сердечно-сосудистых заболеваний. Тоже мы говорим о первичной профилактике гипертоник любого риска. И вот смотрите, фатальные и нефатальные инсульты самостоятельно статины снижают на 22%. Если мы посмотрим Кохрановский обзор по профилактике сердечно-сосудистых событий на статинах 2013 года, то давайте посмотрим сразу нарушения мозгового кровообращения. То же самое, фатальные и нефатальные нарушения мозгового кровообращения на статинах снижаются на 22%. Самостоятельный эффект профилактики первичного инсульта. И, соответственно, что важно? Что важно, и, к сожалению, мы забываем говорить об этом пациентам. Пациенту вы назначили статины, пациент понял, что надо контролировать холестерин низкой плотности. Он пропил 2 месяца статины. Холестерин липопротеидов низкой плотности достиг цели, и пациент прекратил прием статинов. Вот это, к сожалению, самая большая ошибка. И мы забываем об этом сказать пациенту, что при достижении даже целевого уровня статины должны быть продолжены. Причем, обратите внимание, чем дольше пациент принимает статины, тем в большей степени, в геометрической прогрессии снижается риск развития сердечно-сосудистых событий и ЭБС. Мы должны понимать, что статины – это терапия, постоянная терапия, та, которая продлевает жизнь без инсультов, без инфарктов миокарда. Говоря о длительной терапии статинами, но вот этот метаанализ, он 6-летний метаанализ, а мне вот импонируют очень данные британских пациентов общей практики. Посмотрите, более миллиона пациентов в Великобритании принимали статины, часть не принимала статины. И в реальной клинической практике, это не просто исследование, англичане показали, те, кто принимают статины, у них риск смерти на 39% ниже по сравнению с теми, кто не принимают. Причем, чем дольше принимают статины, тем больше пользы от статинов при длительном применении. И уникальным исследованием, первичным исследованием, которое подтверждает, что статины необходимо принимать, это, конечно, исследование Юпитер, где оценивался розовый статин практически здоровых мужчин и женщин. Женщин старше 60, мужчин старше 50, при небольшом даже повышении холестерина липопротеидов низкой плотности в течение 5 лет. И вот как раз в этом исследовании было показано, что вот, кто включался в это исследование, примерно 50-60% были гипертоники с фактором риска, курящие, 40% были даже с метаболическим синдромом. И что было найдено? Розовый статин 20 мг, если назначается в первичной профилактике практически здоровым лицам, снижает риск инфаркта, миокарда, инсульта, сердечно-сосудистой смерти, ревоскулиризации на 44%, общей смертности на 20%. Нас с вами сегодня волнуют инсульты. Так вот, посмотрите, нефатальные инсульты достоверно снижаются на 48%, все инсульты также на 48%. И, соответственно, как быстро идет снижение риска, риска сердечно-сосудистых событий. Вот если в исследовании 4С назначался симвостатин, симвостатин только через год давал достоверное снижение риска сердечно-сосудистых событий. Розовый статин 20 мг в исследовании Юпитер уже через 6 месяцев достоверно снижал риск сердечно-сосудистых событий. И, соответственно, уважаемые коллеги, еще что на сегодняшний день известно. Известно, что если пациент принимал статины до инсульта, то, оказывается, статин способен уменьшить размер зоны инфаркта мозга практически в 2 раза. И поэтому статины до инсульта – это большой плюс в определенной степени уменьшение возможного инвалидизации инсульта, который разовьется. Вторичная профилактика инсульта – что сделать с пациентом, который уже перенес инсульт? Насколько высока польза статинов у этой категории больных? И вот посмотрите, самое главное, что на сегодняшний день показано, что, оказывается, если пациент получает статины и поступает с инсультом в первичное сосудистое отделение, то вот внезапное прекращение приема статинов четко связано, к сожалению, с явлениями острого атеротромбоза и мозгового инсульта, и острого коронарного синдрома. И если пациент с острым ишемическим инсультом не прекращает статины, получал дома, поступил в отделение, по каким-то причинам не было назначено, хотя сейчас такого нет, раньше, к сожалению, от нашей бедности это было, сейчас мы имеем хорошие дженерики статины в отделениях, и надо обязательно продолжить терапию статинами, иначе внезапное прекращение приема статинов, опять же, у этой категории больных с ишемическим инсультом, приведет к риску развития ранних неврологических осложнений и, к сожалению, неблагоприятный прогноз. И вот метаанализ снижения риска повторного ишемического инсульта на статинах, если мы статины и после инсульта назначаем хотя бы, после инсульта назначены, на 21% снижается риск развития повторного ишемического инсульта. Другой метаанализ 2008 года показал, что статины на 16% снижают риск развития повторного ишемического инсульта. И 2010 год метаанализ показывает, все инсульты снижаются достоверно на 12%, фатальные инсульты и нефатальные инсульты достоверно снижаются на 13%. Более того, вот этот метаанализ 2010 года показал, вот если мы снижаем хотя бы на 1% холестерин липопротеидов низкой плотности, хотя бы, это мы, значит, на 0,8% снижаем риск развития повторного инсульта. Мы работаем практически в соотношении, снижаем холестерин низкой плотности на 1%, почти на 1% снижаем риск развития повторного инсульта. Что еще очень важно, посмотрите, 10 лет наблюдения за пациентами, которые перенесли ишемический инсульт и им давали статины. И вот посмотрите, насколько снижается при длительной терапии риск развития повторного инсульта. 61%. Посмотрите, насколько мы отодвигаем вот это возможное неблагоприятное событие, при этом еще и общая смертность снижается на 57%. Но у нас сегодня тема польза и риски. И я думаю, что вы многие читали о том, что статины могут вызывать когнитивные нарушения и даже геморрагический инсульт. Давайте попытаемся сказать правду, так как оно есть в этом вопросе, насколько безопасны статины при церебровоскулярной болезни. На самом деле есть рекомендации европейские и американские. То посмотрите, какие ошибки, когда мы назначаем статины, если говорить о нервной системе. Статины могут ухудшать течение деменции и болезни Альцгеймера. Это неправда. Это ошибка. Некоторые статины безопаснее в отношении других в развитии патологии нервной системы. Это неправда. Это ошибка. Периферическая нейропатия может развиваться на фоне приема статинов. Это неправда. Это ошибка. Какова реальность? Какие реальные риски могут быть и о чем мы с вами должны помнить? Сегодня я вам наглядно показала, что статины снижают риск развития инсульта. Но статины могут давать не тяжелые, самое главное, обратимые когнитивные нарушения и снижение памяти. То есть вот здесь очень важный момент. Пациент, если это увидеть, продолжит прием статинов с дальнейшим контролем когнитивных нарушений. Статины могут не ухудшать, а, посмотрите, улучшать течение деменции и болезни Альцгеймера. И, соответственно, у пациентов с когнитивными нарушениями и снижением памяти на фоне терапии статинами, прежде всего, не грешить на статины, а оценить другие причины, которые могут вызвать эти изменения. И, соответственно, посмотрите, что очень важно. Очень важно. Десятилетняя терапия статинами, посмотрите, не увеличивает, не увеличивает риск развития смерти ни от инсульт, ни от рака. Ну, у нас с вами тема сегодня инсульт, ни от инсульта. И вот, посмотрите, развеян абсолютно миф. Статины не увеличивают риск развития геморрагического инсульта. Большой метаанализ всех исследований показал, статины безопасны в отношении развития геморрагического инсульта. Некоторые нейропсихиатрические нежелательные явления при приеме статинов развиваются, которые оценены в ряде национальных регистров. Еще раз хочу подчеркнуть, изменение поведения, когнитивные нарушения и нарушение сна и сексуальная дисфункция. Все это имеет, еще раз подчеркну, прежде всего, нетяжелый, приходящий, обратимый характер. И, соответственно, когда мы об этом говорим, мы должны прежде всего определить, в статинах ли это дело. Может быть, виновником данной проблемы является совершенно другая ситуация, заболевание или совсем другие препараты. И, соответственно, если у нас пациент особенно перенес инсульт, то даже при наличии этих нейропсихиатрических нежелательных явлений, посмотрите, какое правило, гиполепидемическая терапия, имеется в виду статинами, должна быть продолжена. Особенно, если мы говорим о вторичной профилактике. Польза по вторичной профилактике инсульта, транзиторной ишемической атаки выше, чем риски. Сегодня описаны самые различные механизмы, связанные с развитием нейропсихиатрических нежелательных явлений. Эти механизмы изучаются, механизмы изучаются. Наша с вами задача, первое, увидели нарушения, зафиксировать их. Второе, проверить, связано ли со статинами или есть другие причины их развития. И вот сразу хочу показать, что статины, как раз говоря о деменции когнитивных нарушениях, не ухудшают, а улучшают. Посмотрите, большой систематический обзор и метаанализ при краткосрочном и долгосрочном применении статинов. Больные были без когнитивных нарушений, проведены рандомизированные клинические исследования. 27 исследований проведено, и что было найдено? Кратковременное приведение статинов не привело к достоверному нарушению, к достоверному изменению когнитивных функций. То есть нет когнитивных нарушений. А при долгосрочном применении статинов, посмотрите, от 3 почти до 25 лет. Посмотрите, в 3 исследованиях не было связи статинов с риском развития деменции, а в 5 исследованиях найден протективный эффект статинов в плане развития деменции. То есть риск деменции у больных без когнитивных нарушений снижался на 29%. То есть качественная жизнь сохранялась у этих пациентов. И статины, и риск новых случаев деменции взяли самых уязвимых пациентов, пожилые пациенты. И самые уязвимые пациенты – это регистры Тайваня. Больше 57 тысяч больных старше 65 лет без симптомов деменции 12 лет наблюдали. И что оказалось? Оказалось, что если назначаются статины, то риск деменции снижается. Причем чем выше доза, тем больше снижение риска деменции, в том числе у пожилых пациентов. Ну и еще большое популяционное исследование показало, что оказывается статины могут снижать риск болезни Паркинсона в сравнении с теми пациентами, у которых прекратили лечение статинами. И 8 метаанализ в 8 исследований также подтвердил, что терапия статинами на 23% снижает риск развития также болезни Паркинсона. И интереснейшие данные, которые показали, что степень снижения риска развития деменции, она вообще-то связана с различными статинами в эквивалентных дозировках. И мы видим, что максимальное снижение риска деменции идет на розово-статине, начиная с 10 мг, и при дальнейшем увеличении дозы сохраняется. Розово-статин снижает риск развития деменции. И, соответственно, сразу хочу вам сказать, уважаемые коллеги, что, конечно, мы бы всех наших дорогих и любимых пациентов с целью первичной профилактики инсульта, вторичной профилактики инсульта, хотели бы лечить оригинальными препаратами, например, розово-статин Кристор, который оценивался в исследовании Юпитер. Но вот эта финансовая нагрузка, которая ложится, конечно, у 90% больных, мы с вами, конечно, вынуждены давать дженерики. Один из хороших дженериков, который мы с вами можем использовать у наших пациентов, является дженерик Розарт, который имеет абсолютно доказанную биоэквивалентность оригинальному препарату Кристору, зарегистрирован в странах жесткой согласительной системы, в частности, в Австралии. Но самое интересное, уважаемые коллеги, конечно, на дженерических препаратах такие исследования, как Юпитер, не проводились, которое было проведено с Кристором. Но для Розарта выполнен очень ценный, очень качественный, так называемый модельный фармакоэкономический анализ влияния длительной терапии именно Розартом. Еще раз подчеркну, это модель, модель длительной терапии. Она смоделирована, как могло бы быть, если, например, Розартом пациентов лечили 1, 3, 5 и 10 лет в сравнении, например, с оригинальным препаратом Кристором, с целью вторичной профилактики. Эту вот такую модель представила профессор Екатерина Синаторловская со своими коллегами, и, на мой взгляд, она очень ценна, поскольку она нам моделирует и показывает, как могло бы быть, если мы используем дженерический препарат Розарт. И вот что было найдено? Найдено, если пациенты получают препарат, даже дженерический препарат Розарт, то достоверно в модели снижался риск развития и нефатального инфаркта миокарда, и фатальных сердечно-сосудистых событий, и достоверное это снижение шло. Также и у пациентов в профилактике фатальных любых сердечно-сосудистых событий, инфаркта миокарда и инсульта. То есть вот эта модель, фармакоэкономическая модель, она показала, что использование Розарта у пациентов в профилактике сердечно-сосудистых событий в сравнении с оригинальным препаратом в модели, расчётным путём показывается тоже снижение риска сердечно-сосудистых событий. И вот посмотрите, количество добавленных лет жизни, на сколько пациенту будут дольше жить в модели, если будут принимать дженерический препарат розарт. И вот посмотрите, если лечить 1 год терапии розартом на 1 год дольше, 3 года на 3 года дольше, 5 лет на 4 года дольше, 10 лет дают дополнительных 7 лет жизни при различной длительности терапии розартом. Поэтому и в наших условиях, реальных условиях есть препараты статины, в частности розовый статин розарт, который в модели, мы понимаем, поможет нашим пациентам и в первичной и вторичной профилактике инсульта и в целом церебровоскулярной болезни. Уважаемые коллеги, я благодарю вас за внимание. Есть ли вопросы? Ну, если вопросов нет, у нас с вами сейчас буквально через 7 минут в большом зале начнется пленарное заседание. Там будут не менее интересные доклады, поэтому я прошу подниматься всех на 18 этаж на пленарное заседание.